Ну что ж, я вас всех приветствую, сегодня у нас с вами будет уже 7-я часть, 7-й выпуск рубрики карьеры за Нижний Новгород И сегодня у нас с вами будет очень интересный выпуск, потому что сегодня мы с вами постараемся доиграть чемпионат России и доиграть этот сезон до конца Давайте я вам скажу промежуточные наши итоги после 6 выпусков Это 20 туров, первое место в чемпионате России, 8-ми очковый отрыв от второго места и 13 побед, 6 ничих и одно всего лишь поражение как раз таки от ЦСКА Мы у них уже взяли реванш, 28 забитых и всего лишь 9 пропущенных Лучший бомбардир нашей команды, это конечно же новоиспеченный наш недавнейший игрок, это Сапончик, 9 матчей и 8 забитых голов Сегодня большинство матчей мы с вами будем симулировать, но конечно же также найдутся матчи, которые вот например как со Спартаком мы с вами будем играть Поэтому сразу же перед началом ролика не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ну и в целом прожимать телеграм-канал, ссылка в описании Либо сейчас вот на экране будет интересно, вот смотрите мы играем с вами на звезде, поехали Матч против Спартака, это принципиальный матч в первую очередь для меня как доболельщик Спартака И этот матч мы с вами будем играть, я постараюсь прямо сейчас показать все самые интересные эмоции Не знаю получится ли у нас с вами сегодня доиграть весь чемпионат, потому что впереди еще 10 туров И как бы может быть растянуть это до 8 части, но если сегодня все-таки мы не доиграем, то в 8 выпуске мы уже 100% доиграем чемпионат до конца Интересный момент, ой какой опасный штрафной удар, в любом случае 8 очков, это вам извините не 2 очка, не 3, это в любом случае уже очень хорошо Удар со штрафного, еще один удар и еще один момент, ай-яй-яй А кстати я забыл еще интересный момент сказать, что Спартак сейчас занимает 16 место в чемпионате, последнее место Спартак находится в зоне вылета и если сейчас мы сегодня проиграем Спартаку, это будет очень сильно большой позор Тем более с такими классными трансферами, в любом случае должно быть интересно, забегание должно быть хорошее забегание А я кстати в прошлом выпуске мы с вами нашли очень интересный лайфхак, это как забивать вратарям, которые сейчас очень сильно багованы Блядь, убежал, не успел навесить, ё-моё, лишний шаг сделал То есть в теории, в теории мы можем просто банально играть в ничью, знаете там ну где-то можно даже проиграть, но это прям вообще в плохом случае То есть я думаю отрыв 8 очков за 10 туров до конца, это очень сильно, очень сильно Но конечно же всегда хочется побеждать, в каком бы состоянии какая-либо команда не была Фил Фодден, он не обгоняет Айртона, ну конечно, кто еще обгонит Айртона, как не Фил, блин, Фодден Так, Балай, Балай выходит 1-1, Балай, передать щенку делает, Балай, блядь, не успел, не успел просто наш игрок к мячу Блядь, я там вижу игрока, я вижу игрока, Бакаев Какого хера ты Спартаки, ты же в зените, блядь, это же новая Фифана с обновленными трансферами Выход 1-1, это Балай, Балай выходит, Балай, 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 Балай бьет, Балай добивание, штанг, гол, попадает мяч, блядь, не забили Просто не забили, опять хорошие моменты, опять просто транжирим их Я не понимаю, просто не понимаю, навес, навес, ёпта, блядь, как жмем Спартак, как жмем Спартак Нижний Новгород жмем Спартак, он просто не дает им выходить из обороны Так, Сапончик, Сапончик, блядь, Селихов берет Что за хрень, блядь, почему, просто, почему у нас не получается Сколько мы уже ударов нанесли, до сих пор 0-0, охренеть Какой шикарный первый тайм, у нас все 5 ударов пришлись в створ ворота У Спартака просто 0 моментов, абсолютно То есть они ничего не смогли и не могут создать Теперь понятно, почему они в зоне вылета Фил Фоден, на Боа И вот такой пас, на выход 1-1, Балай бьет, рикошет, блядь, угловой Еще один удар по воротам, еще один удар в створ Да как так-то, как, блядь, Селихов Промес уходит, блядь, промес уходит Сикильпонцы выходит Спартак меняет игру, Спартак, наверное, будет теперь играть навесами Но нас это абсолютно не устраивает Ладно, хотел так сказать В любом случае, промес они убрали, это они сделали зря Промес, наверное, ключевой игрок Спартака В любом состоянии он будет лидером и шикарным бомбардиром Блядь, я очень сильно усусь, если я проиграю Спартаку Ну, как бы, в любом случае, при всем уважении Не в лучшем состоянии находится Спартак в этой фифе Вот шикарный может быть шанс Дэниел Ваз Блядь, седьмой удар поворотом Седьмой удар в створ, еще один угловой, блядь Селихов, это просто машина какая-то Я до сих пор не понимаю, как он еще С такими своими данными не играет в Барселоне Высловный Ой-ой-ой, блядь, нет Выход 1-1 Блядь, штрафной удар, ребят, вы что угораете? Сейчас будет один удар поворотом, один гол Соболь убьет штрафной Вы что угораете? Нет, нет, пожалуйста, нет, нет Ух, жесть Да ну вы что, блядь, если сейчас бы я пропустил Такой удар, блядь Наш вратарь хорош Блин, еще и угловой Момент-то не закончен Момент-то не закончен Ой-ой-ой, еще один сейвит Пипец, блядь, сейчас просто если Спартаку проиграть Это просто можно до свидания делать Еще один опасный навес, блин Сапончик, беги, беги Нет, не бежит, не хочет бежать Контратака, ну-ка У нас очень мощные и сильные контратаки Фил Фоден, выход практически один на один Фил Фоден Фоден выходит Фил Фод офсайт Конечно, блядь, ты бы еще через три года эту передачу дал бы Вот как только я даю, надо сразу давать, блядь Вот я вижу, забегай, надо сразу давать В чем проблема сыграть быстренько Блядь, походу делаю сейчас потеряем очки со Спартаком Да, все Это пиздец, это 0-0 Это просто 0-0 Потеря очков со Спартаком В таком матче, в котором мы должны были просто спокойно побеждать 8 ударов, 8 створ, у них всего 4 удара Но при этом стоит отметить, что под конец все-таки второго тайма Спартак нанес очень много опасных ударов Серия была и в целом мы могли даже проиграть Поэтому я думаю, ничья в целом закономерный результат 0-0, это в любом случае ничья Переходим к следующему матчу Так, ну, нам тут пишут, что ФК Уфа, мы должны победить В любом случае, да, это принципиальный матч Мы обязаны победить, потому что именно Уфа Нас выбил из Кубка России Она нам не позволила, так сказать, выйти дальше Нам предлагают за Нобла целых 17 лямов Его рыночная цена 11 Что думаете? Я думаю, давайте примем Все-таки Нобл на самом-то деле Справедливости ради, это не особо оправданный трансфер Мы и без него в целом побеждали и побеждаем То есть он особо не делает никакой роли в команде А подзаработать нам никто никогда не мешает Тем более, когда еще такое будет, что у Нижнего Новгорода 30 лямов, блять, монет Теперь надо посмотреть, кто у нас будет в центре поля играть В целом, ничего такого Как бы плохого В любом случае, у нас всегда есть и Калинский И Сулейманов, и Гладжан, и даже Горбунов Поэтому, ну, тут Вариантов, конечно, много Я вообще предлагаю сделать вот так И Фила Фодена просто на ЦА поставить Потому что все-таки игрок такой, вы знаете, больше атакующий Вместо Балая ставим Берковского Потому что нам нужно, чтобы у нас была Вот эта вот функция игровая И как бы она одна, но игроки разные исполнители Так, соревнования На каком мы сейчас месте и какой сейчас на данный момент отрыв Так, два... А, они уже все сыграли До сих пор, только сейчас отрыв уже 5 очков В любом случае, сейчас мы победим Победим, отрыв будет опять 8 очков То есть, в целом, опять ничего не меняется Ну что ж, нажимаем симулировать Погнали, погнали Сейчас уже, грубо говоря, и даже не грубо говоря Финишная прямая чемпионата И вот такие вот матчи с условными химками Я буду симулировать Че он бьет по мячу И у меня сейчас какие-то штанги Ну, штанга, блядь, нет, мы пропустили Пропускаем, химки выходят вперед На Биулин, блядь, класс Просто, просто шикарно Где, блядь, наши форварды? Где Сапончик? Мелодинович... А, он отбирает, ладно То есть, такие матчи, я думаю, можно симулировать В целом, ничего странного не должно произойти Хотя, очень страшно, потому что Все-таки сейчас финиш чемпионата И такие матчи просто обязаны мы переламывать Сапончик! 1-1! Вот, вот, я только что про него заговорил Сапончик получил простой, простой, блядь, для маневра И, как бы, зарешал момент В любом случае, он просто обязан Блядь, Гацу, красный, вы че, угораете? Этот, Сапончик просто обязан, как бы, решать такие моменты 1-1, неужели будет вторая ничья подряд? И второй матч подряд У нас будет потеря очков Да ну нахер! Второй матч подряд потеря очков? А, и теперь Глушакова красная В равных составах мы играем Шикарно! Только Глушаков у них почему-то на ЦЗ И все, матч окончен Второй матч подряд 1-1 Опять же, вы смотрите, сколько создали Даже в симуляции мы создаем очень много То есть, это уже, я говорю, еще раз Игровая функция 3-5-2 Быстрый, динамичный футбол С флангами Все как полагается Но все равно, все равно, видите Не можем мы почему-то Ухватить очки У условных даже химок Так, нам предлагают Бирковского Мы просто отказываемся Мы не должны это делать Так, 31 августа Что-то я проморгал Трансферное окно Давайте купим Знаете кого? У нас с вами есть деньги Давайте купим Глушакова Дениса В Нижнем Новгороде Во-первых, он старый А во-вторых, это легенда клуба Спартак А за Спартак я болею Глушакова я всегда уважал И буду уважать Тем более, он недорогой Поэтому давайте ему предложим Перейти в Нижний Новгород И стать одним из лидеров Этого футбольного клуба Глушителям нужен Тем более, нам нужен Глушак, который херачит Так, давайте еще, кстати Купим форварда Покупка игроков И нам нужен просто форвард Давайте, знаете кого? Я вот так подумал, посидел Нам нужен Смолов Тоже хороший форвард Крепкий, мощный Российскую премьер-лигу Он знает наизусть 100 голов Он буквально недавно В реальном футболе пробил Поэтому, я думаю В настоящем чемпионате Точнее, в виртуальном У него не составит труда Пробить здесь еще одну планку Забитых голов Все, мы полностью с нулем Но при этом нам помогла Продажа Нобла Так, мы продолжаем быть первыми Поехали Симулируем очередной Наш футбольный матч Уже третий на сегодня матч Поехали Блядь, и сразу пропускаем От Сопленова гол С головы Вы что, угораете? Штрипов Хороший Рипов 1-1 Мы должны у Фы брать реванш Просто обязаны Просто обязаны Выгрызать у Фы этот реванш Сапончик Сапончик Хорошо, мужик Хорош Блин, а что у нас Дэниел Вас и Фодон Просто сдохли Нет Хух Так, надо вливаться в игру Надо вливаться в игру Иначе мы так и не додержим Хух Уфа Вот поверьте мне Мне даже ЦСКА, Зенит и Динамо Не принципиально Мне Уфа еще больше принципиальней Потому что эта команда Блядь Нам не позволила выиграть Кубок России То есть она у нас отняла Возможный один трофей Поэтому эта команда Для меня еще больше принципиально Чем Какая-нибудь там Московская большая команда Поэтому с Уфой мы играем Еще больше На пределе Еще больше На, так сказать Ответственней Сапончик Сапончик Все, он сдох Он просто сдох Блядь, он сдох Как мы будем играть Второй тайм А вот объясните мне, пожалуйста Так Фоден Фоден Ой-ой-ой Белинов Ну, блин, ну это опять Это опять читерный вратари Да что за херня Ставим схему 5-3-2 Это как раз таки схема Футбольного клуба НН Нижний Новгород Ставим схему 5-3-2 Выпускаем Галаджана Выпускаем Балая Спускаем Сапончика С Шариповым И все И просто хуячим Потому что все-таки 5 защитников 5 защитниками Все, и спокойно Мы сейчас будем играть На удержание Да, это Нижний Новгород Это разрешено Это не там Преследуется каким-то законом В футболе разрешена Схема 5-4-3-2 5-4-1 Поэтому в целом Я думаю Тем более я играю Не за Спартак Поэтому Как бы я думаю Вы не будете бросаться ко мне Если Где-то, где-то В каком-то Условно в таком Принципиальном матче В котором очки Нужны пипец Я сыграю все-таки Поосторожней Хотя на контратаках Мы в целом И так играем Фодан Он успеет? Он успевает? Охренеть Фодан успевает? Так, это его последнее Может быть действие Фодана Потому что Блядь, я его сейчас заменю Так и есть Я его сейчас заменю Реально Удар Ёпта Все, сейчас замена Есть, тройная А двойная Фодан уходит Очень мне не нравится Физическое состояние Нашей команды Почему-то 3-5-2 Они прям не тянут Но, еще раз говорю 3-5-2 Подразумевает себе Очень много бегать Быстро Прямо Прямо перемещать Зоны Линии Хух Так, все Бери в руки Бери в руки Мигматурин Спокойно 20 минут осталось потерпеть И, возможно Реванш все-таки удастся Потому что Еще раз говорю У нас было Два матча с Уфой Один в кубке Один в чемпионате И ни одного Мы еще не выиграли В этом сезоне В чемпионате Мы поиграли В кубке Мы поиграли В чемпионате У нас была ничья 1-1 О, сейчас будет передача Верхом Да, я прям чувствую Этот заброс Блять, ебучий Уфимский заброс О, смотрите Как боится Как боится Я в ахере Так Передача Балай Спокойно Принимает Бью Заебись Беги Беги, блять Беги Нужна скорость Нужен пейс Ну почему ты Такой медленный Шарипов, блять Я же вроде вам Всем физическую форму Додаю А вы, блин Как эти Как куски говна То есть мы два матча Просто банально Даже выиграть не могли Сегодня Поэтому сейчас Близится первая победа Спустя какое-то длинное время Галаджан Свеженький Галаджан Бежит Беги, Галаджан Блять И зарабатывает аут Хотя бы что-то 2-1 Первая победа Сегодня в выпуске будет У нас Балай, балай, балай Балай Через себя Блин Это слишком красиво Это очень красиво Для нижнего Все-таки Эти фишечки Они из Зенита Или Спартака Или ЦСКА Например Есть все Да, блять Да Хух Хух Победа Победа Блин 2-1 Так Теперь вот интересно Что у нас сейчас По турнирной таблице С вами происходит Все-таки мы сегодня Три тура сыграли 23-й Осталось буквально Вот просто Семь туров До конца чемпионата Семь туров То есть еще буквально Пару туров И уже можно делать выводы Кто там будет чемпионом А кто точно нет Тренировка 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 Смолов не удалось подписать Блять И Глушакова не удалось подписать Класс При этом 5 лучших трансферов Шикарно Шикарно Просто вот Ну как бы Фоден у нас хотят Нет, пацаны Фодена Я никуда не отдан Да 50 очков До сих пор 50 очков Как бы там Не пытались мы играть С вами ничью Или терять очки В любом случае 8 очков Вот так и остается Этот отрыв Большой отрыв от ЦСКА Давайте с Арсеналом Сейчас симулируем матч С Арсеналом Можно симулировать Опять же говорю Такие вот матчи Там Арсенал Уфа Это хоть и крепкие Мощные команды Будем симулировать Нет Да ну нет Я блядь Только говорю Что это крепкие Мощные команды Мы начинаем пропускать Ну что за говно Что за говно Вы что угораете Сапончик Блять Четвертый матч Или какой он подряд Просто забивает Блять Это лучшее приобретение Считаю Никакие Васы Чонги Набо Фоданы Не сравнятся Реально с Сапончиком Потому что он реально Доказывает Что это Мощный Крутой Сербский Или хорватский Нападающий Нет Блядь Чуваки Походу поражением Пахнет Походу Пахнет поражением Если сейчас У нас Не будет времени На Еще одна красная Только уже Горбунов получает Шикарно Горбунов Блин У нас не будет времени Пожалуйста Нет Неужели мы Арсенал Проиграем Блять Это будет очень обидно Тем более команда Которая нижняя Она борется за чемпионство Мы не должны проигрывать Арсеналу 3-1 Ой блять Просили интригу Получаете 3-1 Просрали Это наше первое поражение Наверное за 5 выпусков За 6 За сколько Вот когда мы последний раз Мы ЦСКА последний раз Проигрывали У нас была такая длинная серия Без поражений Блять А вот это вот Уже начинает Потихонечку напрягать Все таки Раз уж мы уже Начали проигрывать Давайте чекнем Что у нас сейчас По таблице У нас тур в запасе Опять 5 очков То есть в любом случае Мы сейчас даже Если опять выиграем У нас будет продолжение 8 очкового отрыва Надо побеждать Тем более команда Это не очень такая Сильная крылья советов Давайте Это не Спартак Это не Зенит Берковский на позиции 0-1 Сюда идет Берковский Сюда Берковский Хорошо Берковский играет Голова Мяч отлетел от шаги То есть Берковский Уже дубль мог сделать Хорошо Так я вас услышал Сапочи Хорош Не я не буду вливаться Во второй тайм Я не буду вливаться 0-2 Это хорошо Хорошо Сафончик Пятый матч подряд Пятый Блять Матч подряд Забивает Он продолжает Быть лучшим бомбардиром Сапочек С кольцевой удар Головой 0-3 Блять Дубль Дубль Какой это уже Его мяч В этом чемпионате Блять А еще раз говорю Это лучший форвард То что сейчас крылья Будут пытаться отыгрываться Это уже ничего страшного 0-3 Задел очень хорошее Я очень сильно переживал Но Видите все таки Еще один удар Сапочек Сапочек Хетрик Сапочек Хетрик Блять Вдумайтесь Этот человек забивает В каждом матче Практически Ну вот реально Еще и Берковский Может сейчас пятый забивать Берковский Есть Берковский дубль Сапочек Хетрик Просто красавцы оба Просто красавцы 1-5 Разгромили крылышки И что в итоге Сейчас у нас с вами будет Что мы имеем Опять 8 очковый отрыв От второго места Да ну нахер Опять 8 очковый отрыв Реально А ведь реально Видите И что в итоге Мы с вами имеем Перед 8 выпуском Потому что мы сегодня С вами сыграли 5 или 6 туров Мы имеем с вами Игру в запасе И 5 очковый отрыв Но при этом Игру в запасе То есть любая победа Это опять 8 очковый отрыв То есть в целом Ситуация особо не поменялась Поэтому в целом Я надеюсь вам Реально выпуск понравился Ждите 8 выпуск Восьмой выпуск Будет последний Наверное Как бы в этом сезоне Восьмой выпуск Мы с вами закроем сезон И уже окончательно Посмотрим чемпионы мы будем Или нет Так что в целом Очень шикарно Очень круто 5 туров осталось 37 забитых 15 пропущенных 15 побед 8 ничьих 2 поражения Причем второе поражение Было от арсенала 1-3 Это вообще было не по делу И 53 очка Радуйтесь Возможно Возможно нет Но я думаю Мы точно будем в тройке Точно медали у нас будут А там как будет по настоящему Мы уже с вами посмотрим Но в любом случае Я вам обещал трофеи Фанаты Нижнего Новгорода С вами был Дизи Никит Всем пока на рот Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...